Это одна из двух лучших пьес Родзинского. Вторая, вот она в «Отсутствие любви и смерти», шла довольно часто, и она хорошо известна. А «Лунин» — это пьеса очень трудная. По ней есть один хороший телеспектакль, было несколько её хороших постановок, но в целом Лунина чрезвычайно сложно ставить. А между тем, эта вещь о самом главном в российской истории, об отсутствии в ней таких личностей, как Лунин, и о причинах этого отсутствия. И вообще «Лунин» — это, наверное, лучшая мужская роль Родзинским когда-либо написана. Ну и вторая очень важная причина, по которой этот спектакль, по-моему, должен выйти обязательно. С 1982 года, с выхода фильма «Соучастники», я убеждён, что лучший российский актёр на сегодняшний день — это Сергей Колтаков. Так получилось, что он очень мало снимается и ещё меньше играет. Я не хотел бы его ссорить с остальными, но просто когда на сцене появляется Колтаков, всё остальное перестаёт интересовать зрителя. Ну просто потому, что это чудо абсолютной органики, невероятного интеллектуального прорыва, страшно язвительной иронии и всего остального. Просто Колтаков лучший, в этом я уверен. Давно его лично знаю и знаю, что более важного события, чем знакомство с ним, вот в моих театральных впечатлениях не было. Поэтому я буду счастлив увидеть, как он сыграет «Мундир государя», и как вообще они с Певцовым, тоже очень крупным артистом, будут на сцене взаимодействовать. Вот ради этого события, мне кажется, стоит вложить не такую же значительную сумму в постановку этого удивительного произведения. Спасибо. Спасибо. Спасибо.